Ряд культурных объектов возобновили свою деятельность в Алматы. С 1 сентября работают городские библиотеки и музеи. Открыли свои двери для посещения и религиозные учреждения, спортивные комплексы и не только. Подробнее о втором этапе смягчения карантинных мер Айдана Нураш. Библиотеки города перестали функционировать сразу после объявления режима ЧП в марте этого года. А спустя пять месяцев они стали первыми учреждениями культуры, которым разрешили принимать посетителей. Массовые мероприятия в них, конечно, проводить нельзя, но выдача и прием книг уже доступны. 80% работали удаленно. Так как у нас отечественная программа, информационная система WebRabis, она позволяла удаленно работать нашим сотрудникам. Это значит вести электронные каталоги, редактировать. Через модуль комплектования мы получали электронные газеты, также их обрабатывали и ввели базу данных. Любопытно, что книги тоже будут уходить на карантин. Возвращенный экземпляр помещается в специальный контейнер. И трое суток хранится в карантинной зоне – комнате, оборудованной ультрафиолетовой лампой. За это время вирус погибает. А вот читателям придется работать с книгой в масках и перчатках. По распределению для объектов культуры это 50%. Значит, у нас 285 человек мы можем принимать одновременно. Здесь в залах находиться с соблюдением санитарных норм и с расстояния 2 метра. У нас везде есть, значит, кварцы на каждом этаже, в каждом ходилах. Мы ставим кварцевание, проветривание, обеспыливание. Онлайн-формат приелся и для любителей искусства, которые жаждут живого общения. Открылись в городе долгожданные культурные учреждения, среди которых музей народных инструментов имени Класса. Несмотря на то, что музей был закрыт для посещения, мы продолжали работать дистанционно. Мы активно проводили выставки, тематические экскурсии и экспозиции в онлайн-формате. Массовых посещений и ажиотажа в музее не ожидают. Однако говорят, что к открытию подготовились основательно. У входа и в отдельных залах установлены антисептики. На полу нанесены разметки. Работать сотрудники будут по строго установленному графику с 9 до 6. Культурные объекты будут принимать посетителей в строго ограниченном количестве – до 30 человек. Конечно же, любители эстетического искусства обязаны будут носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. По постановлению санитарного врача города сегодня возобновилась деятельность религиозных учреждений. Однако проведение в них коллективных молитв всё ещё остаётся под строгим запретом. Национальные парки и заповедники также открыты для желающих. Их можно посещать и в выходные дни группами не более 15 человек. Кроме того, открылись спортивные комплексы и бассейны. Разрешить деятельность детских кабинетов, центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров при заполняемости групп не более 5 человек по предварительной записи и при соблюдении требований постановления главного санитарного врача Республики Казахстан номер 43. Следующим этапом планируют открыть школы для третьих и четвёртых классов, театры с ограниченным количеством зрителей и фудкорты. Ведомстве обещают, если ситуация будет стабильной, нормируют и график работы торговых центров, а также движение общественного транспорта. Айдана Нураш, Сагангалим Унайтпазов, телеканал Алматы.